Финансовые показатели социального бизнеса улучшились. Таков главный вывод всероссийского опроса предпринимателей, проведенного Национальным агентством финансовых исследований в августе 2015 года. Построить бизнес, который приносил бы доход, непросто, но построить бизнес, который при этом приносил бы и ощутимую пользу обществу, еще сложнее. Эту розу из металла под мастерье Владимир Вокуев сделал сам. Год назад 22-летний молодой человек пришел в мастерскую, чтобы научиться одному из самых древних ремесел. Мастеров такого искусства в Наринмаре немного. Семья Челенко одна из них. По всему этому, как работать с металлом, как что, ну всем мелочам, соответственно, отец передал свое мастерство и заинтересовал. Мне всегда нравилось смотреть на горящий металл, чтобы было легко мять, гнуть, сделать из него любое изделие. А тяжело? Увлекательно. Чтобы увлечь этим делом как можно больше молодежи, ремесленник решил организовать курсы кузнечного дела. Вместе со своим менеджером Натальей Пономаренко написали бизнес-план, который поддержала конкурсная комиссия Комитета инвестиций и развития предпринимательской деятельности. Бизнесмен получил на развитие своего дела порядка 200 тысяч рублей. Сумма хоть и небольшая, но, по словам ремесленника, поможет в организации школы мастеров. Мы хотим построить учебный центр. И привлекать молодежь, обучать с 14 лет. Мастерство – это кузнец, сварщик, маляр по металлу, слесарь. Потому что эти рабочие специальности сейчас, к сожалению, в городе, они вообще навыки утрачены, практически никто этому не обучает. Для того, чтобы реализовать этот проект, необходимо построить учебные классы, где ребят будут знакомить с техникой безопасности, проводить инструктаж. Еще нужно оборудовать помещение для приема пищи, сделать два туалета и душ. В общем, выполнить ряд требований ГОСТа, чтобы получить лицензию для реализации образовательной программы. Мы хотим, конечно, выдавать свидетельства детям, что они прошли курсы. То есть это будут краткосрочные курсы. Эти курсы мы подразумеваем делать бесплатно. То есть кузница из семи человек, мы хотим образовать семь рабочих мест, будет зарабатывать денежные средства на содержание непосредственно этого проекта и этого учебного центра. Семь рабочих рук помогут увеличить количество выполняемых заказов. Сейчас мастеру помогает старший брат Сергей. Это его изделия украсили территорию искательской школы искусств. Сейчас на территории музыкальной школы четыре кованых изделия. Три музыкальных инструментов и одна палитра. На таком инструменте, конечно, не сыграешь. Но глаз они будут радовать еще очень долго. Кованые изделия из металла вечны, как и само искусство. Когда металл приобретает такие же изящные формы, как звучание, этому особенно рады ценители всего прекрасного. И вот, когда к Сергею Вячеславовичу я обратилась, он, наверное, как истинный художник, сразу у него заработала творческая мысль. И через какое-то время, то есть мы поняли друг друга, и через какое-то время он представил уже эскизы, и даже потом уже выполненные работы изделия изготовлены. И, конечно, они меня тоже поразили, особенно после того, как представил виолончель. А когда уже приехал сюда, на территорию рояль, то выше всех похвал. Особая гордость поселка Искателей – аллея любви. Там Максим Челенко поставил кованое дерево. Делом и советом ему помог главный хранитель семейного ремесла – папа Вячеслав Иванович. Он всегда учил сыновей главной заповеди. Настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Основа этой заповеди уже есть.